Система, и буду сегодня немножко рассказывать, для того, чтобы кинуть какие-то новые идеи, которые вы можете раскручивать, делая свой бизнес. Потому что я сторонник классической ВМЛ. И всю свою систему работает, все, что я сейчас затачиваю, работая с новыми партнерами, построено на одном простом принципе, который является основой ВМЛ-бизнеса, называется дубликация. Ты послышал такое слово? Да. Поэтому любое дело я рассматриваю с точки зрения этого слова. Дубликация. То, что я могу сделать, очень часто не факт, что это могут сделать люди, которых я приглашаю. Верно? Потому что каждый из нас приходит как чистый лист бумаги. Он ничего не знает, ничего не умеет. Правда? Скажите, уровень новичка, который сегодня приходит в наши команды. Что он знает, что он умеет. Сколько человеку нужно работать, чтобы распрутить свою страничку в Инстаграме, создать личный бренд, чтобы к нему сами стали заходить люди. А новичку что надо? Ему нужны реальные подтверждения того, что у него получается прямо сейчас. Да? Ему нужны реальные деньги через 2-3 каталога, реально, чтобы он их увидел. Только в этом случае, когда он останется и будет работать вместе с нами. Поэтому, когда каждый из нас что-то делает, было бы очень здорово, если бы каждый из нас задавал. Настолько то, что я делаю дублицируемо. Да? И многие люди говорят, почему у меня сливаются там команды или еще кто-то. Люди не сливаются. Люди остаются там, где у них получается. Вот давайте мы с вами сейчас немножко рассмотрим такую вещь, как понятие целевой аудитории. А потом я немножко поговорю о мужчинах, о женщинах. У меня много разных фишек прикольных. Но мне бы хотелось сегодня немножко затронуть тему целевой аудитории и о том, что этой целевой аудитории вообще нужно. Вот у меня лично сложилось такое мнение. Всего существует 3 разных целевых аудитории. Первая это 18-25, 25-35 и 35+. Почему? Потому что вот эти 3 возрастные категории четко позиционируют, что хочет та или иная целевая аудитория. 18-25. А что это за люди? Здесь есть такие? Поднимите руки. 18-25. Есть. Что эти люди делают в своем возрасте? Они гуляют. Ну, я вам скажу так. Эта целевая аудитория ищет себя. Сегодня они занимаются этим, завтра другим. Сегодня у них один молодой человек и девушка, завтра другая. То есть люди пробуют себя в разных направлениях. И эту целевую аудиторию характеризует такое понятие, как они постоянно меняются. И я вам скажу так. Хорошая целевая аудитория для нашего бизнеса? Хорошая. Потому что 20% людей среди этих молодых ребят, девчонок, мальчишек, и подтверждение того, что сейчас здесь подняли руки, и здесь находятся люди этой целевой аудитории, это люди, которые настроены уже серьезно на свою деятельность. Ну, 80% они сегодня в Арифлейм, завтра они где-то в другой компании, послезавтра они опять пришли в Арифлейм, я опять хочу с тобой. Да? Послезавтра у них любовь, депрессия, потом тусовка, потом экзамены. И вот эта тусня такая идет постоянная. И, конечно же, рассчитывать 100% на эту целевую аудиторию достаточно сложно, если ты строишь такой серьезный доходный бизнес. Правда? Да. Верно? 25-35 лет. Чем вы будете характеризовать эту целевую аудиторию? Мам. На работе. Мамы, секретные. Это люди, у которых есть ответственность. Представляете, вот, например, молодой парень закончил институт, женился, а у него, например, первый ребенок, да, первый ребенок, и он понимает, что денег реально нет. А он, как молодой специалист, никому нафиг очень не знает. Кто-то уже заканчивал институт, кто-то поступал на работу, вы столкнулись с такими понятиями дискриминация молодежи? Да. А хочется жить, да? Хочется и тачку нормальную купить, Мерседес Ешку, да? Хочется и квартирку, а ипотека душит по всем каналам. И смотрите, вот эти люди, они кричат на кругом, на каждом углу, да? Эту не точку опоры, а мюль перевернул. Да? А женщины, которые сидят в декрете с одним-двумя ребенками, с детьми? Откуда в них вот это вот, да? Откуда в них вот это желание работать? Они ведь, они работают каждую свободную секунду. Да потому что каждая женщина, она намного ответственнее, кстати, мужчины, между прочим. Потому что ей хочется своему ребенку дать все самое лучшее. А как правило, в этом возрасте этого нет. Верно? Да. Ну, поэтому для меня, например, целевая аудитория 25-35 лет, она самая такая крутая аудитория. 35 плюс, чем характеризуется эта целевая аудитория? Да не то, что все знают. Вам, когда мы задавали возражения, говорят, это рефлейн, да? Да я был уже, что же, три раза. А где ты еще был? И длинный список, где он был. А что тебе не получилось? Длинный список того, что не получилось. И если человек не умеет работать с возражениями, если он не умеет проявлять свое лидерство так, чтобы люди пошли за тобой, это геморройная целевая аудитория. Для многих, особенно для молодежи. Понимаете, в чем дело? Да. Поэтому, если вы хотите быть в точку, вот что сделал я. Я каждый раз, когда делаю какие-то контакты, я прошу приводить ко мне людей 25-35 лет. Я работаю со всеми людьми. Но моя любимая целевая аудитория, это люди с возраста в возраст 25-35. Я уточню, с зарплатой от 10 до 30 тысяч рублей. Почему 30 тысяч? Потому что, как только человек зарабатывает 40-50, он крутой. Ну, я считаю, что 50 тысяч это бедный человек. Я не представляю, как жить на 50 тысяч. Не дай бог, сколько получать. Но человек, если, например, это молодой парень, и он зарабатывает полтинник, он будет горд собой. Потому что по отношению к другим ребятам, у него реально есть хорошее пиво покупать, он реально покупает какую-то брендовую одежду периодически. У него есть возможность сходить в ресторан. Правда же? Поэтому такие люди, как правило, не ищут пути. Запомните, для того, чтобы делать бизнес, нужно быть голодным. Об этом еще Стив Джобс говорил. Правда? Чтобы делать бизнес, нужно быть голодным. Поэтому люди, которые зарабатывают 10-30 тысяч, я не беру московский регион, я вам скажу, в Красноярском крае много людей, которые зарабатывают по 10-15 тысяч. Чуть-чуть от Москвы ты отъезжаешь, буквально на 20 километров, и ты сразу попадаешь в целевую аудиторию в точку. Хотя, думаю, в Москве, ну, в Москве, наверное, вряд ли, наверное, а вот уже в Подмосковье там уже такие люди есть. Очень много инвалидов, очень много молодых ребят, которые зарабатывают мало. И вопрос, о чем говорить с этими людьми? Я вот сегодня хотел немножко другую тему дать. И вдруг неожиданно понял, что если мы с вами поговорим о том, что нам нужно давать людям, нам с вами будет легче работать. Правда? Вот смотрите, мы с вами, как правило, говорим про деньги, да? Скажите, деньги, это единственная вещь, которая интересует людей? Нет. Вот сейчас здесь выступали спикеры, и одна, ну, вот я и отслушал в течение уже, да, вчера, сегодня. И люди о деньгах говорят в последнюю очередь. Первое, о чем говорит человек, я где-то там работал, и мне было скучно там работать. Заметили? Деньги потом приходят. Так вот, если разобраться по ценностям, что люди, в первую очередь, хотят для людей, вот этой целевой аудитории, а мне кажется, и для других тоже, в первую очередь, это семья-дети. Семья плюс дети. Второе, что? Что важно для этих людей? О чем нужно говорить? Здоровье. Да? Здоровье. Третье, что идет в третий пункт? Прямо отдых. Вот смотрите, интересная вещь, да? Начинаем гадать, а что же людям говорить? Скажите, вот у вас бывали варианты, вы ведете какие-то переговоры с людьми, да? А у вас, одни люди, одни люди регистрируются, другие не регистрируются. И думаешь, ну что такого не говорю никто, да? Бывала такая ситуация? А вы знаете, что у вас постоянно люди регистрируются? Да. Ну, начинайте говорить о семье, о здоровье. Да? Тут сразу про деньги. А вы знаете, у людей очень часто деньги вообще уходят на самый последний план. Очень часто уходят на самый последний план. Следующая вещь, которая интересует людей, это безопасность. Что такое безопасность? Это, например, вот человек получает 30 тысяч, а у него кредит на 25. И у него реально не хватает денег на жизнь. У него реально не хватает детям еду покупать. Вы встречали такие ситуации у молодых ребят, которым реально не хватает денег? Поэтому пока человек не решит свой личный какой-то вопрос, да, он никогда не будет думать ни о какой-нибудь бизнесе, ни о чем. Дальше что идет? Семья, дети, здоровье, безопасность. Потом идет общение. Вот, я недавно подписал одного парня, он инвалид, мой земляк, Сахалина, был представителем общества инвалидов, был депутатом, и потом попал в Арию, и в позвоночнике у него проблемы. Реально, вот у него денег нет, потом выяснилось. Но он мне сиющий проезжал про то, как ему скучно жить. Вот я ему звоню, он говорит, слава богу, ты позвонил. И начинаю, для него вот это важно. Хотя денег, вот так вот деньги нужны. И он в этот бизнес пришел только потому, что ему хочется общаться. Потому что, когда вы начинаете общаться, когда проводите оффлайн тусовки, вот это привлекает очень часто людей, которым хочется как-то улучшить свою жизнь. Правда же? Потому что, прежде всего, думаешь о душе, а потом уже о материале. Ну, когда вам говорили такие вещи? И только потом, пятым пунктом, идут деньги. Только потом идут деньги. Вы знаете, ребята, вот в 90-х годах, когда вот время, когда я делал рефлейн, да, тогда у людей вообще не было альтернативы где-то зарабатывать. Вообще не было альтернативы. Профессора, доктора наук, очень много интеллигентных людей пошли на рынок. Знаете почему? Потому что, а негде было. Хотелось нормально жить, а денег заработать было негде. И тогда мы предлагали что? Бизнес. Сейчас, вот в 2017 год, никому нафиг бизнес не нужен. Это мы с вами уже понимаем, что бизнес это круто. А люди там на улицах, они не думают о своем собственном бизнесе. Потому что это рискованно. Это непонятно. Сегодня есть альтернатива, найти работу и там зарабатывать деньги. Потому что все знают, в Газпроме есть деньги, там есть деньги, там есть деньги. Правда? И вот если разбираться с точки зрения целевой аудитории и разбираться с точки зрения возраста и зарплаты, сейчас люди с удовольствием идут на предложение дополнительного дохода. Вот представьте себе, вы зарабатываете 25 тысяч и вам предлагают увеличить доход в два раза. При этом, ты решаешь проблемы с кредитами, у нас есть продукты здоровья, мы работаем вместе, да? У нас масса сообщений, да ищут деньги платят. Предложение в точку бьет, как вы думаете? И вот смотрите, когда я стал думать, а как же мне Алексею Колтону, мастеру оффлайн, да? И многие выросли на моих видео. Как мне найти себя в интернете, как мне работать и быть успешным в этом бизнесе? Я стал исходить из вот этих параметров. И как только я стал свою систему затачивать под целевую аудиторию и под ценности людей, у меня сейчас дошла конверсия людей, с которыми я работаю, до 70%. То есть из 10 контактов у меня 7 регистрируются. Из 10 контактов 7 регистраций. Кто хочет такую иметь конверсию? Все. Прикольно, да? Поэтому смотрите, у меня есть очень крутые формулы, которыми я сегодня с вами поделюсь. Формулы, которые реально работают, я сегодня продвигаю везде по своим командам. И одна из формул звучит так. Первый пункт Я. Дальше идет дисциплина. Дальше идет воля. Дальше идет система. И дальше идет результат. Слышали когда-нибудь такую формулу? Это мое личное изобретение. Это весь мой опыт работает. 20 лет уже работаю в Арифлей. И опыт сетевого бизнеса у меня еще вообще 23 года. У меня еще был опыт в другой компании в самом начале. Я пробовал, искал, нашел свою компанию. И все начинается в этом бизнесе со слова «я». Со слова «я». Еще есть одна формула, которая, это не моя, это я прочитал в книгах по психологии. Но ее нужно знать. Звучит она так. Мировоззрение. Мировоззрение приводит к мыслям. Мысли приводят к действиям. Действия приводят к результатам. И сейчас я попробую, давайте попробуем разобраться, как нам с вами использовать вот эти две вещи. Это очень крутые вещи. Если вы тогда их поймете, ваш бизнес намного будет эффективнее. Намного эффективнее. Ну все начинается с тебя, да? Я уже сказал. Я буду потихонечку расскажем. Что такое мировоззрение? Кто знает? Слышали такое слово «подсознание»? Это весь ваш опыт, который вы заработали в течение всей своей жизни. У некоторых людей есть мировоззрение, чтобы все богатые козлы. Серьезно? У меня Ольга проводила тренинг. И одна женщина к ней пришла, психолог. Я говорю, Доль, я хочу зарабатывать деньги. Я классный психолог, у меня есть классные тренинги. Но ко мне никто не ходит в эти тренинги. И она к ней пришла на тренинг по деньгам. Ольга у меня проводит тренинги не с точки зрения, куда инвестировать, как деньги приумножить. Она проводит тренинги с точки зрения бизнес-психологии. И она говорит, давай проведем такое упражнение. И говорит, в течение 15 секунд напиши, что для тебя богатые люди. И она пишет, все богатые козлы. Подсознание выдал. И она говорит, смотри, ты не хочешь быть козлом, поэтому у тебя денег не будет, пока ты не поменяешь установку. И вот это все, ребята, это все мировоззрение. Вот здесь. Помните, что я говорил, мы приходим как с чистого листа. Да? В 98-м году, когда мне сказали, что нужно развивать себя, то есть нужно заниматься личностным ростом, ко мне попалась книжечка «Думы богатей» Наполеона Хилла. Кто-то читал? Да. Я эту книжечку прочитал, а там история про успешных людей и принципы, на которых эти люди стали богатыми. То есть черты характера, которые помогали людям быть успешными. Я был в шоке от того, что я прочитал. Из всех качеств предпринимательства нашел себя всего одно. Я был порядочным. И вот с такими мозгами я решил делать бизнес. Я тогда понял одну очень важную вещь. Если я хочу зарабатывать деньги, я должен вкладывать в первую очередь в себя. В первую очередь в себя. Поэтому я хочу всем выразить большой респект к тому, что вы потратили свои деньги очень правильно, приехав сюда на молодежный актив. Похлопайтесь. Потому что, когда я начал тратить деньги на книги, когда я начал тратить деньги на семинары, мне было очень жалко тратить эти деньги. Потому что вот сейчас у вас такой образ, вам очень эти деньги нужны. Ну реально нужны. Хочется новую одежду купить, да? Хочется куда-то сходить. Правильно же? Вы взяли, вытащили из своей зарплаты деньги и потратили их на молодежный актив. И вы сделали правильно, потому что вот эти новые знания, новые мозги, еще раз, определенные мыслями, с определенными установками. И когда что-то начинает работать, да? А вот что-то такая ситуация идет, смотрите. Когда человек идет в своей мечте, вот эта цель человека, у него начинает возникать проблема. И проблем этих много иногда. Поэтому смотрите, есть всего две позиции по отношению к своим проблемам. Либо вы рисуете себя таким маленьким и говорите, о, я не умею делать 150 баллов. Это пипец как тяжело. Да? Встречаетесь с такими вещами? Я говорю, и вот это останавливает тебя от того, чтобы быть богатым, счастливым, да? Чтобы дети тобой гордились. Вот это одна простая проблема. Останавливает тебя, чтобы в твоей жизни было все так, как ты хочешь? Он говорит, да. Это позиция жертвы, запишите. Это жертва. Этот человек, его проблемы выше, чем он. Замечали такую вещь? Встречали таких людей? 98-й год. Ко мне приезжает Пронеслав Крапкин и говорит, Леш, для того, чтобы делать бизнес, нужно делать 200 баллов, нужно приглашать людей. А у меня долг 4 тысячи долларов. По тем временам, это стоимость двухкомнатной квартиры в городе Урске. Я простой учитель, у меня зарплата 100 долларов. Проблема? Я просто стал заниматься челночеством, поехал в Москву в Лужники, у меня вытащили деньги, чужие. Когда люди приходят к нам и начинают жаловаться, каким тяжело, как у них не получается, Ольга потом слушает, потом останавливает, говорит, ты еще горя не видел. Потому что мы очень часто начинаем смаковать свои проблемы до такой степени, что забываем о том, что вот эти жалобы ничего не приводят. Верно? Жалобы ничего не приводят, потому что в этом бизнесе бесполезно жаловаться, бесполезно быть жертвой. Это не та дорога, которая приведет вас к успеху. Если вы делаете 150 баллов проблему, делаете проблему из того, чтобы написать список знакомых, кого-то приглашать, ну, ребят, посмотрите на себя немножко с другой стороны и подумайте, а на самом деле вы хотите быть успешными? 98-му год. Я привез 40 каталогов, потому что у меня вытащили деньги. Я пришел в Брониславово, он мне целые сутки рассказывал, что круто работать в Арифлейм, а мне Арифлейм был не нужен. Я не искал Арифлейм, я не собирался в нем работать вообще. Потому что после первой кампании мне Ольга сказала, Алеша, мы никогда больше с таким понятием, как МЛМ свою жизнь связывать не будем. Была вот такая ситуация серьезная. Потому что в этой кампании, в первой, в которой мы работали, мы там заработали высокое звание, получили медаль от основателя компании, но при этом мы зарплату получали всего один раз. Хотя у нас было звание. И у нас долгов там было тоже выше крыши. И когда мы оттуда вышли с долгами, мы решили, что мы будем заниматься чем угодно, только не молодым. И когда в очередной раз я приезжаю из Москвы вместо товара и привожу 40 каталогов, и говорю, ой, вот тебе новая работа, она сказала, Леша, у меня уже три работы, у меня четвертый предлагает заниматься. Собралась и пошла спать. Говорит, Леша, не переживай, как-нибудь решим этот вопрос. Я не предаю свою семью. Мы в радости и в трудности, помните, да, такие в кино услышали слова. И вот я пришел в Арифлэйм по одной простой причине. Потому что, когда через неделю после обвинения этого мира я понял, что быть жертвой это невыгодно, я взял каталоги, пошел раздавать, у меня стали покупать товар. Для меня вот это был шок. Я мужчина, никогда не думал, что эти баночки кому-то нужны. Я до сих пор не понимаю, зачем женщина столько баночек. Я один раз ехал в поезде в Москву. Рядом со мной сел координатор Эбон и у нее такой огромный чемодан косметики. Она вот открыла и начинает там рыться. Представляете, чемодан. Что у меня такие глаза у меня. Я так говорю, женщина, это все ваше? Она говорит, да. Я говорю, и вы все это любите? Она говорит, да. Что вам больше всего нравится? Она мне что-то рыла, срылась, достает туалетную воду. Вот. Ну, прикольно. Я говорю, а вы знаете, у меня, кстати, вот с собой случайно оказался запах, который тоже вам понравится. Я стою ей клай. Такие раньше квадратные были. Посмотрите, она такая. О, да, действительно, сколько стоит? Я говорю, столько-то. Она мне тут же деньги дает ее, блин, туда. Она растворилась. Координатор Эбон купила Эбон. Потому что она женщина. Да, 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 увидела. Когда мне люди говорят другие сетевые компании, ребята, у меня все покупают. И сетевики, из разных компаний. Мне абсолютно фиолетово, потому что я знаю секрет один. Я знаю, что люди берут то, что им нравится, то, что им понравилось. А не какой-то конкретный бренд. Поэтому у меня среди моих клиентов есть сетевики разных компаний. А с вами берут то, что им предлагают. В том числе, вот, да, блин, докинуло и получилось. Так вот, смотрите, за первый месяц работы, за первый месяц работы я продал личный товар на 10 тысяч баллов. Лично. Мне просто настолько были нужны деньги, настолько нужны были деньги, что у меня не было другого выхода, потому что у меня было ни работы, никто денег не давал. В школе у меня была зарплата 100 долларов, и я не понимал, как отдать мне 4 тысячи долларов. И когда вы знаете, что такое воротки и что такое счетчик? Не дай бог, конечно, чтобы у кого-то в жизни что-то произошло подобное, да? Но если у тебя сегодня есть долги, если у тебя сегодня есть какие-то проблемы, если у тебя нет квартиры, напишите себе большими буквами, это классно. Потому что, запомните, любая проблема это хорошая стартовая площадка для того, чтобы преуспеть в этой жизни. Потому что именно в эти моменты люди находят какие-то дополнительные резервы, которые позволяют людям стать сильными. Но если вы наелись, вы не будете охотиться. Лев, да, вот когда он поел, рядом с ним косуля будет ходить, он будет на нее лениво смотреть, потому что сейчас есть не хочет. Он способен быстро бягать, лев? способен быть сильным. У него мышца есть, почему он к косулям ходит, а он ничего не делает? Это все дело. Потому что, запомните, первый закон психологии, это мотив. Есть ли у тебя мотив сейчас поднять свою мадам сижу, чтобы что-то сделать? Понимаете, в чем дело? Если у тебя мотива нет, ты будешь сидеть, ты будешь находить причины, отговорки, ты будешь говорить, что, ребят, 150 баллов, это трудно. Но если у тебя есть проблема, вы знаете, многие сетевые компании на этом строят бизнес свой, они говорят, если у тебя нет проблемы, сделай проблему. Выкупи товар на 100 тысяч. И ты будешь бегать как сумасшедшие. Они по большому счету правы, да, и на этом строится целая-целая индустрия. Ребята, ищите себе, ищите себе драйверы, которые будут заставлять вас двигать. Вот если взять, например, статус директора, это похоже на бассейн, да? В бассейне, для чего наполнится, здесь должен быть насос, здесь есть винтинг, а еще такое понятие насос. И здесь есть дырочка в бассейне, через которую вода вытекает. Что нужно сделать, чтобы ваш бассейн наполнился? Чтобы вы сделали 22% золотого директора, сапфирового, бриллиантового? Что нужно сделать? Скажите. Нужно открутить винтинг и включить насос. И нужно сделать так, чтобы сюда был поток больше, чем отсюда. У некоторых бассейн без дна. Но они просто рекрутируют, они не понимают, что людей нужно обучать. Они говорят, а что, 100 пригласил, 100 ушло, 100 пригласил, 100 ушло. Ну, возьмите там, придумайте какую-то систему небольшую. И есть один важный момент в этой схеме. Вопрос, вопрос вашего успеха, кто является драйвером, насосом в вашем, вот здесь вот, как это назвать, в вашем винтеле. Кто у вас является источником энергии? Вы являетесь источником энергии, либо источником энергии это спонсор, да, это какая-то акция. Скажите, когда этот бассейн будет, когда этот насос будет работать всегда? Когда вы, источник энергии. Когда вы найдете смысл, смысл, вечно крутиться по 12 часов, потому что, запомните, для того, чтобы сделать прорыв, нужно минимум 2 года, чтобы сделать серьезный результат. И вопрос, если вы, если не вы будете, драйвером, у вас всегда будут какие-то причины, почему вы не растете. Всегда будут. Драйвером может являться причина, у кого-то с мужем проблема. Правильно? У кого-то может быть долги, у кого-то амбиции. Поэтому определитесь, что для вас важно, ради чего вы будете работать. Потому что все в этом бизнесе начинается с себя. Вот если ты понимаешь, чего ты хочешь, если ты понимаешь, зачем ты сейчас будешь себя напрягаться, потому что смотрите, есть другой вариант. Когда у человека есть такие же проблемы, есть такая же мечта, так он рисует себя вот таким большим. И он говорит, я хочу сюда попасть. Он говорит, 150 баллов, а что для этого нужно сделать? Я знаю тысячу вариантов, как делать 150 баллов. Я даже некоторым тут уже рассказывал. Я знаю тысячу вариантов, как сделать 500 баллов. У меня есть девочка в Самаре, которые до сих пор делают по 6 тысяч баллов в каждой каталоге. У меня есть на Сахалине в Карсакове группа, где всего 10 человек они делают 10 тысяч баллов, каждый по 1000 баллов. Я когда к ним приехал, говорю, девочки, давайте будем рекрутировать, давайте я вас научу системам, они говорят, Леш, ну не портите нам настроение от того, что ты приехал. Я захожу, у них там чай, торт, ну и после торта потом еще более серьезные напитки пошли, и они говорят, просто давай погусь с нами и езжай отсюда. Езжай просто. Почему? Потому что это их выбор. Понимаете, в чем дело? Это они так решили делать этот бизнес, потому что, Леш, у нас мужья моряки, они привозят хорошие деньги, там капитаны, да, и так далее. И говорят, мы сюда собираемся не ради денег, мы сюда собираемся, потому что нам нравится наше общение. Представляете, да, такие разные бывают стратегии достижения результата, да? Абсолютно разный подход, и я тогда подумал, колтон, блин, ну не каждому нужно, то, что-то делать. Смотрите, на второй месяц работы я сделал 10 тысяч баллов, но уже крупный способ. Потому что я решил уйти с этого бизнеса после того, как сделал успех 10 тысяч баллов на лифинг продажа. Вы хоть представляете, сколько каталогов нужно иметь в обороте, чтобы сделать 10 тысяч баллов? Ну, некоторые уже, да. Вы хоть представляете, какое количество нужно поездов встретить с Москвой, когда с Москвы вывозили товар? Какое количество налички передать, когда не было, как? И какой риск это передавать проводниками? Вы хоть представляете, какое количество товара нужно разнести? Какое количество ботинок нужно стереть? Да? Когда я это сделал, я понял, что я не хочу такой бизнес. Это не для меня, это не мое. Я никогда не мечтал быть продавцом. Но в это время Бронислав, он ученый учет, он приехал из Москвы и сказал, Леш, этот бизнес делается по-другому. А мне жалко было отдавать рынки сбыта. Реально было жалко. Что я сделал? Я тогда придумал свою первую в мире, в первую в жизни свою стратегию, как мне сделать 10 тысяч баллов групповым способом. Я просто взял 5 человек и сказал, Ребят, оставлю перед вами цель сделать по 2 тысячи баллов. Потому что 10 тысяч баллов это тяжело, а 2 тысячи баллов это на раз-два. Когда ты делаешь 10 тысяч баллов, для 2 тысячи баллов вообще не работает. Ну все в жизни условно. Для кого-то проблема 50 баллов, для кого-то 600 баллов. Ну так, если я, как мне одна девочка говорит, она сделала в последний раз 950 баллов, я говорю, а что ты столько сделала? Я говорю, ну просто лень было. Больше делал. Лень. Можешь себе представить? А я ей сказал, зачем много? Она говорит, мне лень было, вообще я больше делал. Вот в жизни, в жизни вот такая вещь. Не делайте из нее ни из ничего проблемы. Ставьте перед собой цели, задачи и ищите пути реализации этих задач. И ставьте себе планку выше, чем вы можете сделать. Потому что если вы можете делать много, тогда вам мало будет делать очень легко. Когда мне сейчас люди говорят, сколько ты делаешь, я говорю, в среднем делаю 250-300 баллов, им надо 350. И это не только мои личные заказы, у меня еще есть клиенты, которых я обслуживаю. Почему? Потому что мне навык продавца нужно постоянно держать в тонусе. Знаете зачем? Вы понимаете, я могу больше ничего в этой жизни никогда не продавать? Для меня купить 500 баллов, это вот так вот на раз-два, я даже не почувствую эти деньги. Я на бензин трачу больше. У меня лонг-крузер 200, он у меня отседает в городе 17-18 лет. А знаете, почему я держу все время навык продавца и почему советую каждому пройти эту улицу? И сделать какой-то рывок, чтобы сделать по-серьезному один раз в жизни. Потому что, если исходить из нашей целевой аудитории, там 10-30 тысяч, для человека сделать 150 баллов это достаточно проблематично. Можно один раз отжать у человека 150 баллов? Да? Кто-то пробовал вообще жить на 30 тысяч? Что-то я не договорю, да? Смотрите, когда человек живет на 10, 15, 20, 30 тысяч, у него этих денег реально не хватает. Я клянусь, что не хватает. И взять оттуда 6 тысяч, вы не представляете какая-то проблема. Я ведь, смотрите, то, что я стал богатым человеком, это не значит, что я забыл о том, кем я был. Я всегда помню, каким я сюда пришел, я всегда помню, помню, как трудно мне было начинать работать. Я свою первую каталогу отдавал так, вот самый первый, меня же никто домой не учил, я наметил себе жертву, решил к ней пойти. Ну, я же сильный, да, я же мужчина. Я к ней иду, через 2 часа, идти 10 минут, через 2 часа я понимаю, что ушел в другую часть города. Вот такие страхи в каждом из нас, когда мы начинаем делать что-то новое. Это не говорит о том, что это невозможно, это просто мы сами себе выдвигаем баррикады на пути к своему успеху. Мы сами себе придумываем существующие страхи, которых на самом деле нет. Да? Знаете, когда я первый каталог отдал, я смог дойти до нее только вечером. Я так вот забежал к ней, весь красный, мокрый, у меня язык уже не шевелился, распух у меня во рту. Я бросил каталог и прибегусь. Я говорю, Деш, так вот поздороваемся, говорить не могу, я волнуюсь, язык во рту не вмешать. Я говорю, что такое, что такое, она, зуб, что ты мне принес? Раз, слушай, я как раз хотел себе что-то купить. И начинает мне писать какие-то баночки. У меня вот такие глаза из орбиты. Да? Я понимаю в этот момент, что, блин, что волновался вообще? один раз был случай в моей практике, я взял, ну, когда уже умел это делать, ну, представляете, просто 10 тысяч баллов, я любого новичка могу научить делать 50 баллов в течение дня. Любого, любого из вас могу научить. Взял новичка, взял его за руку, веду, сейчас покажу, класс. Захожу, маленький, киллоск аптека, раньше такие были, стучусь в это окошечко, я говорю, здравствуйте, меня зовут Алексей, вот там каталог, и оттуда такая фраза, такая гадость. Мой новичок, где жим? Я опять джим сюда, такой стоять, я говорю, а что случилось? Туда, в эту дырочку, даже не вижу, кто там. Да, взяла вашу помаду, дерьмовую, началась румяна наводить, у меня аллергия выскочила. Помните, Берия говорил, у каждой причины, у каждой ошибки есть тима. Помните, у каждой проблемы есть причина. Хочу париться, ребят. Смотрите, я верю в продукт, которым работаю, верю в него. Знаете, один раз я слышал историю, не слышал, а прочитал историю про Сива Джонса, когда слышали про него, что его выгнали из компании, которую он создал. Но он начал ввести такую политику, что совету директоров не понравилось, потому что на определенном уровне компания акционируется, и богатые люди вкладывают туда деньги. Вот так работает и Арифлэн, кстати, такая же компания. Сейчас Арифлэн принадлежит братьям Роберту, Йонас, Йокнику, он принадлежит инвесторам, вся компания. Хотя братья Йокники являются директорами совета директоров. Я не очень силен в экономике и в инвестировании. И Стива Джобса выгнали из компании, которую он создал. А драйвер компании ушел, что значит быть драйвером? И компания начала, грубо говоря, разваливаться. И вот эти ребята, которые внесли туда деньги, они не могли понять, что происходит. Стив Джобс был, все росло. Ну, как сейчас с дуровым, да? Все думали, сейчас контакт будет по жизни крутой. Дуров ушел и так это а Телеграм заметили, да? Да. И они решили попросить Стива Джобса вернуться. И говорят, Стив Джобс вернулся. Нет, Стив Джобс поглотил свою же компанию. Сам. И когда он пришел и провел свой первый совет директоров, то есть директора подразделения, он сказал, ребят, достаньте свои айфоны. Достаньте не айфоны, а достаньте свои телефоны. Все достали телефоны. Специалисты высшего класса. Крутые менеджеры, программисты, айтишники, я не знаю, кто у него будет. И он сказал, все, у кого не айфон, вы уволены. Потому что вы не можете делать лучше в мире телефон, если вы в него не верите. Вы не можете знать что-то особенное, если вы этим не пользуетесь. Он сказал еще одну вещь. Если бы основатели компании жилет, знаете, какая пена для бритья есть? Сами пользовались продукцией, вот эта проблема, вот эта каемочка внизу, жилета, она все время ржавеет, до сих пор. Ее берешь, след остается ржавый на бане. Сама пена хорошая, вот эта упаковка дерьмовая. Была бы устранена в первый же месяц работы. И когда все равно Магнусу спросили, Магнус, вы пользуетесь продукцией? Помните, вы что думаете, это природа, да, такой красивый? Я перевожу вчерашний не мой фильм, да? Потому что, ребят, если вы не принимаете продукт, если вы не понимаете его ценность, если вы не можете с ним работать, у вас ничего не получится в этом бизнесе. Вам завтра скажут, что в другой компании суперпродукт, и вы уйдете туда. Понимаете, в чем дело? Вы уйдете из лучшей компании, из лучшим маркетингом, из лучшим руководством, с лучшими ценностями, а ведь ценности компании определяют, сколько ты в этой компании будешь работать. Я знаю ребят, которые бегают из компании в компании уже много лет. Я с ними когда-то начинал, с ними когда-то в академии учился, они поменяли 83 компании, сейчас пришли в новую компанию. Андрей Суфор ходит без штанов. И когда я их встречаю, я выхожу из своей машины, выхожу из двухкомнатной квартиры. По большому счету 4,5 миллиона, это двушка в Каснодаре, даже трешка. Я выхожу из своей трешки, он с голой за жопой. И он говорит, Алексей, я понял, где я буду работать. Прошло 20 лет. Я себя покупаю, решил себе поменять машину, я теперь решил ездить на четырехкомнатной. Я очень долго думал, какую машину следующую себе возьму. Хотел себе взять брать лексию в 570-й, он стоит это 6,5 миллионов. И недавно, сделав тест-драйв, я понял, что надо переходить в лакшери, нужно брать что-то более такое серьезное. Решил брать с окошкой дизи-турбо, положено нормальным пацаном. Ребят, я хочу сказать, что нам повезло, что мы оказались здесь, вот здесь, вот именно здесь. Потому что есть масса ребят, да, но у меня опыт в сетевой индустрии 23 года. И я знаю не очень много людей, других компаний, которые отработали 20 лет. Мало того, я 20 лет получаю деньги от той работы, которую я сделал когда-то. Вот, давай я вам расскажу свою историю. Моя первая поездка во Франку, первая поездка за границу. В 98-й год, в мае 98-го года мы присоединяемся к компании Алифлей. Когда я сделал директора групповым способом, через 5 человек, которые сделали по 2000 баллов, потому что я понял силу слова дубликация. Нужно просто научить людей, которые делают, я раньше делал свою работу, нужно просто научить людей делать то, что умеешь ты. Не сидеть кнопочки тыкать с утра до вечера и делать кучу регистраций, а делать кучу регистраций через вот этих людей. Потому что нужно их научить. Если ты хочешь быть свободным, если ты хочешь, чтобы у тебя как колпун жить, да, ты сидишь, а деньги идут. Эти деньги идут только в том случае, если у тебя есть обученные директора, которые знают эту работу лучше, чем ты. Мне села тема по дубликациям, ну просто эта тема, я в свое время почитал о Ранди Гейже. Так вот смотрите, в 98 году, в мае, я узнаю, что будет поездка во Францию. А я никогда не был за границей. Ну я же уже директор, да? И я звоню Брониславов, говорю, Броня, а мне можно поехать? Говорит, нет, Леш, у тебя не получится. У тебя не получится, потому что до квалификации осталось немножко времени, нужно набрать количество групп, там 20 сколько бы, не помню. Я прихожу домой, говорю, Оля, вот такая ситуация, Франция, мы как-то пролетаем, а так хочется. Она говорит, Леш, ну ты мужчина, что должна делать женщина? Почему женщина является источником энергии мужчины? Слышали такую фразу? Не все ее понимают. Когда я поделился своими переживаниями по поводу этого, что мы не поедем, она говорит, Леш, ну ты мужчина у меня, ты же умный, ты что-нибудь придумаешь, попробуй. Она не стала меня как Броня отговаривать, потому что Броня мужчина. Он понимает прекрасный объем работ, который он может сделать для того, чтобы открыть квалификацию золотого и набрать нужное количество групп. А Ольга, она просто любит своего мужчину и верит в него. Как тебе повезло? Не повезло. Каждая женщина своего мужчину делает. Если успеет, то тебя он поднимет мужчин-женщин. В результате мы открываем звание золотого директора к моменту начала квалификации. И мы просчитываем, у нас по группам все простается. Но выясняется вторая-вторая западня, что кто-то из нас один поедет. А мы все время делаем вдвоем все время вместе. И когда я звоню в Броне, говорю, Броня, как вдвоем? Говорит, Леш, молодцы, что сделали. Возьмите, разыграете, договоритесь, кто из вас едет. Я не хочу без Ольги ехать. Я хочу с ней ехать. Он говорит, ну тогда, Леш, на следующий год. Я прихожу к Ольге, она опять говорит, Леш, что проблема? Один раз сделай, второй раз сделай. В результате мы едем на золотую конференцию во Францию в город Опио. Вдвоем мы едем в закрытой квалификации Сапфирова директора и в закрытой квалификации бриллиантов. В таких примерах друзья, сейчас в таких примерах много. Шахаевы, Шаймандарова. Сейчас вы видите, что ничего не поменялось за это время. Ни интернет, ни кризис не смогли ничего сделать по отношению к такой сильной вещи, как цель. Мечта и цель. Понимаете, в чем дело? Если вы вдруг решите для себя, что вы чего-то в этой жизни хотите, запишите, вы можете это получить, если вы начнете в это верить, это делать, потому что любая цель, когда вы себе что-то ставите, по отношению к этой цели нужно проявлять дисциплину. Нужно следовать тому, что ты решил. Не предавать то, что для тебя важно. Нужно проявлять волю, когда тебе трудно, потому что жизнь, она будет постоянно выдавать какие-то подводные камни, из которых тебе будет трудно вылезти. Но если ты говоришь себе по-любому, что бы ни произошло, я делаю то, что решил, и вы находите себе силы подняться, как Томила Полежаева нас сюда учила, стыдно не упасть, стыдно не подняться. И когда мы начинали ныть, вот там продукция, нехватка продукции, помните времена были? Она сказала, ребята, это не проблема, это рабочий момент. Просто мы все смотрим по-разному на одни и те же вещи, правда? По-разному. Начинайте смотреть так, как смотрят на это успешные люди. Вкладывайте свои мозги, знания. Потому что, смотрите, если вы будете вкладываться только в действия, изучать, как работает Инстаграм, это круто, когда вы знаете. Вкладываться, как, например, что-то дубликация, и будете только что-то делать, а в мозги не будете вкладываться. Тогда вы не будете работать над дисциплиной над волей. Потому что воля проявляется только у людей, которые точно знают, куда и зачем они идут. Мы русские люди, Россия удивительная страна, мы можем делать то, что никто не может на земле делать. Поэтому у нас победить физически невозможно. И нам наши с вами качества, которые заложены природой, нужно использовать при достижении своих целей. мы как ванки встаньки. Насколько не бей, мы поднимаемся, мы становимся сильнее. Верно? Просто мы пока еще этого не пробовали в своей жизни делать. Правда же? Проявлять свою волю по достижению, например, к 150 баллам, к тому, чтобы свой бассейн не выключать. А знаете, что происходит, если вы выключаете вот здесь вот свой моторчик, хотя бы на один день? Я вам сейчас дам такую ассоциацию, чтобы вы это поняли. Вот самолет для того, чтобы взлететь, ему нужно разогнаться, давить педаль, да? Вот перед тем, как самолет оторвется от земли и с точки невозврата, пилоты знают, что если на точке невозврата человек начнет давить на тормоз, он разобьется. Нельзя уже остановить самолет. Взлетной полосы не хватит остановиться. Поэтому вот здесь самолет летчик решает либо дальше ловить на газ, либо начинать торможение. Потом самолет взлетает, представляете, на взлете отключить двигатель. Вот эта система называется программа 90 дней. Что в смысле программы 90 дней? У всех у нас разные системы, у нас разные методы рекрутирования, но принцип 90 дней у всех одинаковый. Чешка поставит еще показать, да? Забы. Фикс там слайдик, да? Ребята, если вы после точки невозврата решили устроить Новый год или праздник, или ехать куда-то отдохнуть, вы должны помнить об одном. Ваш бизнес разобьется. Вы приедете к развалинам, потому что команда, которую вы только начинаете создавать, она только начинает зарождаться. у них есть ни понимания, ни философии, ни бизнеса, ни воли, ни решительность, у них вообще ничего нет. Они пока только немножко поверили вам, потому что они поверили вас как в лидера. Если лидер сошел с дистанции, я видел тысячи раз, почему люди не успевают, они каждый раз пытаются стартовать, доходят до определенного уровня, потом какие-то обстоятельства, и люди перестают работать. Если вы на самом деле хотите чего-то достичь, возьмите одну простую вещь, сделайте из нее простым законам. Никогда. Чего бы вы не делали. Вот представляете, вы решили родить ребенка, до 3 месяца дорастили, а потом решили не расти. Детей точно не будут. Если вы уж решили родить, вы будете добры, доводите любое дело до конца. Пока не пройдет 90 дней, пока вы свою организацию не выведете на блеющий полет, нельзя уходить с организации. Вы знаете, я вам больше скажу, до уровня бриллиантового директора, я это беру только амбициозным будем сейчас говорить, до уровня бриллиантового директора я бы не останавливался. Потому что первый праздник я себе позволил с уровня бриллиантов. Потому что когда ты живешь, у тебя не денег на сахар, и когда, я как мужчина сейчас уже не стыдно про это говорить, у меня были моменты, когда я приходил к Ольге на работу, она работала в детском саду в гимназии, кстати, директором сада была Татьяна Ковна. Кто знает это имя? Да. И в баночках она оставляла то, что оставалось от детей, и моя семья так питалась. Ты готов много еще сделать для того, чтобы свою семью сделать так, чтобы она жила по-другому. Кстати, из детского сада, где работала Ольга, не только Таня Ковзик ушла оттуда, оттуда в стадии в детском саде 12 человек. Потому что, когда ты стартуешь, ты начинаешь втягивать в себя всех людей, способных к предпринимательству своего окружения. Всех людей, способных к предпринимательству своего окружения. Мне говорят, Алексей, вы работаете со списком знакомых? Я говорю, и да, и нет. Я бы убрал из своего лексика на фразу список знакомых. Я список знакомых заменил базу подписчиков. Психологически легче. Когда мне люди говорят, с чем я начать бизнес, я говорю, мы будем работать у тебя в социальной сети с твоей базой подписчиков. Легко? Или я говорю, напиши список знакомых. И у человека ступор такой сразу. Почему? Потому что, когда человек пишет список знакомых, он начинает решать, а что про него скажут, а что про него подумают, а вдруг они не придут и потом будут на тобой смеяться и всякую такую хрень в голове. А когда говоришь, будем работать с базой подписчиков, ты будешь просто писать письма и с ними как-то общаться. Как-то он привык общаться легче, чем писать списки знакомых. Правила игры по большому счету не изменилась. Пехология людей за это время не изменилась. Появились новые инструменты в интернет, которыми надо пользоваться. Поэтому каждый раз создавая свои системы, думаете о том, смогут для вас дублицировать виды, с которыми надо работать. Еще одна вещь. Что у меня там по времени? Все, заканчиваем? Пять дней? Нет! 90 дней, ребята, это наше все. Вся моя организация, я вчера Сергей Гоглов взаимнулся про это дело. Я, наверное, имею право сказать, так как я являюсь спонсором этого человека, у меня товарооборот только одного человека в моей структуре, Татьяны Ковзи, 48 миллионов баллов. Это больше, чем целые компании. Это больше, чем целые компании. Я знаю одну компанию, которая 17 лет, которая обороты имеет меньше, чем одна Татьяна Ковзи. Заметьте, и она при этом сейчас имеет право заниматься внуками, собирать грибы у себя в собственном саду, не в собственном саду, а в собственном лесе, в лесу и как-то. У нее есть собственная-собственная роща, конечно. И когда я спрашиваю Татьяну, зачем тебе собственная роща, у нее просто коттедж в Оренбурге-Ростошах, она говорит, Леша, я же не знаю, зачем тебе там 30 машин. У каждого свои мечты. Она говорит, я на грибы сажу, я говорю, что на юбисаде? А потом и собираю. Кто-то хочет иметь такую жизнь? Так вот, вся моя организация выстроена по системе 90 дней. Просто мы с людьми сразу говорим о том, что успех, за успех надо платить, успеха есть своя цена. Это мы так все в презентациях красиво рассказываем, да? Но потом после проведения презентации, когда человек зарегистрировался, ему рассказывают правду. Что здесь нужно работать, что здесь нужно учиться. Потому что, помните, мировоззрение, в него нужно вкладывать новые знания, чтобы для себя сформировать новые привычки. Для того, чтобы проявлять волю, выдержку, решительность. Правильно? Мировоззрение приводит к новым мыслям. А не сделать ли нам квалификацию исполнительную? Ведь нормальному человеку это в голову не придет. Нормальный человек думает, как бы сделать золотого или... Да? А если у тебя правильное мировоззрение, если у тебя есть правильное видение, как говорит Васильев, Эдуард, деньги нужно видеть не глазами, деньги нужно видеть умом. Нужно видеть на перспективу, кем ты можешь стать. Просто сейчас ты не тот покачок, который можешь зарабатывать, например, миллион в месяц. Но ты же можешь себя вырастить до этого уровня. Вы никогда не задумывались? Скажите, сегодня контент полезный в правильном? Да. Был смысл потратить деньги для того, чтобы сейчас уехать уже в более такой картиной мира, которая вас выведет, ну хотя бы, Адрис, по-моему. Да. Поплодируйте. Еще одна важная вещь. Смотрите, вся организация выросла на программе 90 дней. Потому что программа 90 дней, она отражает цену, которую должен заплатить за свой результат. Не останавливаться, пока ты не заработал. Меня в свое время этому научил отец, но это была, тогда не называлась программа 90 дней, это тогда называлось выращивание картошки. Программа выращивания картошки, да. У нас было 20 соток, кто-то знает, что это такое? Которые нужно было вскопать вручную лопатой, потом посадить, я знаю, что такое навоз и как он пахнет, я его не боюсь брать руками. И когда мы копали вот эти 20 соток, нужно было садить, потому что тогда в те времена, это были там 90-80-е годы, выжить по-другому было невозможно в России. Когда я спрашивал, говорю, что не было Кока-Колы, никто не верил. Я пиросфанту попробовал в ЦУМе в Москве. И мой отец всегда говорил так, когда мне хотелось пойти на речку с ребятами порыбачить, мой отец говорил так, настоящий мужчина, прежде чем развлекаться, спрятать, делая свое дело. Вот, выкопаем огород, посадим картошку, потом пойдешь отдыхать. И вот эту вещь, да, у меня отец был обычный человек, водитель, по совместительству старшего золотого директора компании Альфа. Его, к сожалению, нет. И я эту мысль пронес, и потом из этого родилась программа 90 дней. Где-то просто прочитали, я вспомнил, этому учил отец, и я понимаю одну вещь, пока ты не сделал квалификацию, пока ты не научил людей, не останавливайся. Ну, сегодня были уже фразы, кто-то там пиво пил, да? Продолжал в каком-то городке, а я работал. Поэтому, вы можете отдыхать, но тогда имейте в виду, ваш самолет позовьется, и вам придется начинать все заново. Поэтому, уберите временно вот эти все развлекаловки, и просто начинайте делать, ради того, чтобы потом классно все же жить. важная вещь, которую я всегда рассказываю. Смотрите. Каждый раз у нас приходится делать какой-то выбор в жизни, да? Вот это диван, диван, а это ваша мечта. Кстати, по поводу мечты. Один раз путешествуем, я сейчас очень много путешествую, по Крыму и путешествовали с друзьями. Ребята богаты, у них свои склады оптовые, кстати, являются нашими наслажданами, богатых людей сюда приходят, потому что богатым надоело тупо пахать. Они хотят жить так, как мы живем. И мы путешествовали по Крыму, и мне, ну, наши друзей живут, Татьяна Сергеевна, Татьяна говорит, Тош, а когда ты думаешь про свою мечту, сколько ты этому времени посвящаешь? Я рассказал анекдот. Муж с женой разводятся, в суде, и жена спрашивает женщину, скажи, а почему вы разводитесь? В чем причина? Он говорит, ну вы знаете, с ним жить невозможно. Он утром меня хочет, вечером хочет, в обед, после обеда, после завтрака, после полдника, увидит, уже хочет. Я не могу-то. Вы не верите? Я не могу больше. Она говорит, верю. А мужчина спрашивает, мужчина, вы что по этому поводу скажете? Он говорит, а что я хочу сказать? Сейчас я хочу. Я Татьяне говорю, Татьяна, я и сейчас про мечты думаю. Потому что, Володя Полежаев, она сказала одну такую важную фразу. Он сказал, планирование, это умение жить в будущем. Если ты не живешь в своем будущем, если ты об этом не мечтаешь, я вот сейчас уже езжу на своем Порш Каэмин. Я уже сейчас живу в своем доме, по-моему, все мозги уже вынес, да? Какой будет домик, где это будет место, да? Сергей везде об этом говорил. Я там уже думаю, какой будет забор, какие будут эти вещи, почему? Нужна энергия. Сила мечты очень большая, если она у вас есть. Если я спрашиваю, чего ты хочешь, если ты спрашиваешь, чего ты хочешь в этой жизни, человек говорит, ну, не как евреи, золотая рыбка, что ты хочешь? Три желания. Хорошо. Хочу миллион долларов, дачу на Багамах, жену красавицу, парк машин, это первое желание. Да? Евреи точно знают, чего они хотят. Поэтому, если у вас нет мечты, вас будут постоянно раздравить в разные места. Поэтому сила дивана и сила мечты достаточно серьезная вещь. Скажите, что сильнее, диван или мечта? Зависит от человека. Ребята, совершенно равные силы. Я когда захожу домой, мне мой диван говорит, иди ко мне, я тебя люблю. Я так соскучился. Я тебя сейчас обниму. Тебе будет так хорошо со мной. И ты идешь, как зомби, к этому дивану. И я иногда сижу, например, работаю в интернете, да, потом диван меня такие манят и зовет. И сказали, что утром идут, да, зомнился. Поэтому смотрите, диван, диван всегда вас будет тянуть, не очень сильно тянуть. Возможность ослабиться, это заложено природой человека. Все мы хотим быть ленивыми. Все. Я не верю тем, кто хочет сужить работу. Все мы хотим расслабляться, отдыхать, получать наслаждение в этой жизни. Но, если для вас мечта очень важна, тогда перед вами встает выбор. Насколько часто вы выбираете делать выбор в сторону мечты? Может быть, есть смысл хотя бы раз в жизни на 90 дней выбрать мечту как приоритет? А? Помните, да, анекдот старый? Пять минут кто заканчивал? Нет. В партийной идет лекция о сексе в деревне при социализме. Выходит диктор и говорит, вы знаете, что есть любовь мужчины к мужчине? Все. Да. Вы знаете, что есть любовь мужчины к мужчине? Мужчины к мужчине. Все кричат слайды, слайды. А вы знаете, что есть любовь женщины к женщине? Все слайды, слайды. Вы знаете, что есть любовь в партиях? Сейчас посмотрим немножко, чуть-чуть приоткрою жизни успешных людей, кто состоялся в Арифлейн, для того, чтобы вам дать пример, о чем мечтать, о чем думать, чтобы в вас этот огонь желаний никогда не покидал. Чтобы сделать программу 90 дней, взяли программу 2 года, название бриллиантового исполнительного директора, и чтобы в этом зале однозначно появился хотя бы один бриллиантовый директор. Когда-то, в 98-м году, мы столько попали на школу Тамилы Владимир Полежаев. И Тамила сказала важную фразу. Она классно рассказывала и мотивировала людей, потом она говорит, я точно знаю, что в этом зале новый бриллиантовый директор. Будет. Я вскочил с заднего ряда, это я, это я. Я не знаю, стали ли остальные люди бриллиантовыми директорами в этом зале, в котором мы были на встрече с Тамилой и с Володей. Главное, что бриллиантным директором стали мы солью. И сейчас я точно знаю, что в этом зале есть будущий бриллиантовый директорат. Я. Посмотрим чуть-чуть, помотивируемся. А где кликеров у нас? Там простые слайдики, я их быстренько представил. Ольга Алексей Колтон к вашим услугам. Мы не всегда были такими людьми. Мы были в этом, кстати, моя двухкомнатная квартира. про которую рассказывал. Мы машину взяли из салона. Сейчас на ней пробег 30 тысяч, пора менять. Мы жили, как все люди. Я ездил на 41-м роствиче, мы одевались на рынке. Мы оба педагоги, у нас не было денег. Но мы были счастливы, потому что у нас была любовь. И поэтому любовь стала главной движущей силой нашего успеха. Видите от этого человека в шордах? Это Бронислав Рабкин. Это он, тогда его первая поездка. Видите, что старый логотип. А помните историю, где Алексея Колтуна назвали, если такого идиота получается, у меня точно получится. Знаете эту историю? Нет. В 98 году, когда Бронислав приехал к нам в город Дорск и показал, как проводить презентации, Бронислав такой креативный мальчик, ему все время рассказывают про безопасный секс, про всякие вещи, прикольно он слушает. И мне нужно было провести первую в жизни презентацию. Первую. Я все выучил, три дня учился, одел свой лучший костюм, у меня был один. Мы собрали полный зал, вот это зал детского творчества ИСКР. Мы его битком забили. Вот те люди, которыми работало пять человек, они потом в продаж перешли на рекрутирование. И мне нужно было выступить перед этой аудиторией. Я потренировался, Ольга меня выучила, посмотрела, как я читаю. Когда я вышел на сцену, импровизирую, на все забыл. Я не помню, что я нес. Про какой-то безопасный секс, я помню Ольгу, которая мне говорила вот так «Ползай». Она сидела на заднем ряду, я наслышала то, чего я не слышал. Когда я закончил, была мертвая тишина, потом все люди подписались, все сто процентов подписались. Знаете, почему они подписались? Они подписались по одной простой причине. Потому что Ольга мне потом спустя годы рассказала только, почему я подписалась. Она сидела на заднем ряду и было стыдно сказать, что моя жена, не дай бог кто-то про нее придумывается, потому что ну это было пипец вообще. И она слушала разговоры женщин, которые сидели в зале. Она говорит, ну что, ты будешь подписываться? Она говорит, я да, а ты? Я пока не решил. он говорит, ты что, давай тоже подписываться. Она говорит, зачем? Ну если у этого удиота получается. Ребята, не бойтесь быть глупыми, не бойтесь читать свои первые презентации, не бойтесь делать каких-то глупых поступков. Запомните, вы потом научитесь, это все забывается. Вы будете гордиться потом этими вещами, и вам будет не стыдно рассказывать, и потом Ольга тоже это рассказала, мне было конечно не по себе. Через месяц я эту презентацию как отчинаж я мог после стакана водки рассказать как это работает. Ладно, еще слайдики покажу. Слайды, слайды. Чуть-чуть. Первые четыре директора через год работы. Таня Козик, Люда Зайли, Семес Ольга. Кто знает эту женщину? Семес Медузай Зайлис. Кто-то слышал такие имена? Нурия Ахметова? Да. Саулет Джанабаева? Да. У нее в структуре только в этом году выросло два новых исполнительных директора в Казахстане. Люда в Казахстане, она простой директора. У нее есть качество, она не боится подходить к сильным людям. Даже если она их не тягит. Она только мне человечка, только Татьяне, только мне, только Татьяне. И таким образом под ней весь Казахстан. 80% оборота Казахстана это моя организация. Деньги есть в этом бизнесе? Да. Вот это мой папа, который меня научил многим вещам. Когда он заработал здесь, когда он поехал на Сахалин, мы ему купили пиджак, костюм, дипломат, мы его упаковали по полной программе, потому что человек должен выглядеть. Он пришел себе в гараж, залез на грузовик и кричал, ребята, все мы теперь на пути к деньгам, мы все скоро будем богатыми. Мне его начальник гаража говорил, Алексей Анатолий, сделайте, чтобы с Анатолием Егоровичем что-то. Потому что мне все увольняться забрали, что у меня куча заявлений лежат. Он поделился состоянием. Скажите, вы чувствуете мое состояние, которое я сейчас вам передаю? Да. Главное, это то, что вы чувствуете, что вы танцвируете, а не то, что вы этим делом говорите. Понятно? Я, кстати, презентацию могу читать первых ногами. Разворачиваю лист и пишу вот так вот. У меня сама организация так может делать. Потому что люди дуплицируют то, что делают в консорах. Спонсор кверх ногами пишет, все пишут кверх ногами. Маленький город Ясный, два бриллиантовых директора, 11 тысяч населения. Есть маленьких городов люди? Ребят, вот вам примеры, да, как быть успешными. Соля Джанабаева, Татьяна Козик, Нурья Ахметова. Я люблю крутую технику. У меня всегда все самое лучшее, все самое новое. Если появляется что-то из техники, я всегда покупаю. Я не смотрю этот телевизор. Я его включаю один раз в неделю посмотреть новое кино. Все. Но у меня вот это, как это в айфоне новая панель называется? LCD или как там? Амолед. Амолед. Вот у меня Амолед телевизор. Это подсветка, встроенная в саму матрицу. Говорят, опытные люди. У меня есть в доме, это одна из моих квартир. У меня сейчас недвижимость в Краснодаре и в Самаре. И у меня есть дома дерево счастья. Под этим деревом счастья сидела Томила Полежаевна. У меня люди стараются попасть ко мне в гости. Я пускаю не всех, потому что я говорю, если ты посидел под деревом счастья, у тебя в жизни все будет хорошо. Я ставлю такие дикаря для того, чтобы было прикольно. Мы потратили почти 250 тысяч на то, чтобы нам это дерево нарисовали дома. Это климата. Знаменитый художник. Вот поближе чуть-чуть. У меня много библиотек. Разных. Я люблю книги. Вот в эту комнату, это комната моего сына. Я потратил иномарку. Лаковая мебель, заказанная в Германии. У меня есть свой личный кабинет. Небольшой, из натурального дерева. Я там веду свои трансляции. Мой парк автомобилей. Последняя машина. Незабываемое путешествие, которое вы получаете, это остров Гаити. Были на вашем Гаити? Ребят, нужно побывать в Гаити вместе с Арифлей. Потому что, когда эти садят, наскоростные катера и таких катеров, 20 катеров несется к острову, который компания купила на весь день. И в это все время пьют ром, джага-джага, все танцуют. Ребята, никогда вы не купите подобные чувства в поездке, которые вы можете получить на бриллиантных шестивотных конференциях. Ребята, будьте. в числе людей, которые называют себя бриллиантами. Это Мексика, да? Мексика. Вот это поездка, мы жили в отеле, который является одним из самых богатых отелей, дорогих отелей мира, и про него мало кто знает. Это Африка, ЮАР, город Сан-Сити. Кто-то слышал такой город? Три отеля рядышком с водопадом Виктория. Представляете, земля разошлась, получился водопад, подбросом воды четвертого мира, а внизу течет река. И мы плыли по порогам, у нас это называлась прогулка на плотах. Некоторые девочки были в коротких юбках и кабулках, они не знали, что спускаться вниз туда, по углу этого щелья. Одна проткнула лодку своими кабулками. Но мы прошли 28 порогов и счастливые и довольные. Вы представляете, что такое сделать шашлык в выходе на природу? Проблема? Проблема. Купить мясо, это все организовать, всякие там кружечки, ложечки. И когда мы приплыли, компания на вертолетах привезла все продукты питания, шашлыки, вино, там было все. Накрыла столы прямо на берегу этой реки. И мы такие все выходим, вот она была там. Опупеть вообще. Просто опупеть. Мы поели, а потом думаем, как же теперь назад? И вот смотрим, один вертолет подлетает, второй, третий, маленький вертолет, он садит вертолеты и эти камикадзе нас вот так по этой реке вот так вот везут. И нас отвезли в отель. Ребята, я когда узнал, сколько стоит стол на ресепшене, это, кстати, Замбия. Это Замбия. А я рассказываю про отель, который был в Сан-Сити В Сан-Сити мы жили в отеле В котором снимается очень много боевиков крутых Мы их видим только по телевизору 20 миллионов евро стоил стол На ресепшен Вся посуда серебряная Привозили устрицы с океана Каждое утро, чтобы мы могли прийти Взять шампанское У меня Илюха бегал, видите, с моё там бегал, да? Там шампанское лилось рекой с утра С устрицами Я их не люблю, но я их ел Потому что, я как представлю, для меня везли Ну реально На ешь, ты потом Э, ходишь, шампанское Потому что мы Мы и привыкли к подобным вещам И компания нас приучает К тому, что мы с вами должны VIP-персонами быть И когда я спросил, сколько стоит номер Сутки отеля, у меня глаз выпал Я его потом долго искал И когда Магнус спросил Магнус, вы над нами издеваетесь? Он говорит, нет, мы планку поднимаем Мы хотим, чтобы вы отдыхали от подобных вещей Пока вы можете в этом отеле отдыхать Только потому, что вы сделали квалификацию И компания вам это проплатила Ребят, я обычный учитель физики, математики Обычный Зарплатой 100 долларов Дай Бог, чтобы ваша семья Всегда была счастливой Всегда была богатой И чтобы вы своим детям Всегда говорили У тебя вся жизнь впереди У тебя все получится Так же получилось у меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому